добрый день тема сегодняшнего вебинара трудового воспитания детей позволила себе такую картинку до включить что вот дети помогают с радостью с положительными эмоциями и уборка дома и уход за растениями до что положительно конечно это хорошо и рассмотрим конечно изначально что такое понятие вообще труд трудового воспитания это труд целесообразно деятельность человека направленная на виды изменения и приспособление предметов природы для для удовлетворения своих потребностей как говорил макаренко это могучий воспитатель и особенно педагогической системе до воспитания у него своя школа воспитания была и было именно до подростков через трудовые лагеря именно работали и скажем практика показала что активно конечно труд это не то что постоянно что-то делаю да чем заняты руки ребенка и подростка то что развивает одерживает его помогать ему самоутвердиться понятие трудового воспитания понятно что она намного шире дать совместная деятельность воспитателей воспитанников направленная на развитие у детей общей трудовых умений способностей психологической готовности к труду формирования ответственного отношения к труду и к его продуктам ну и конечно на сознательный выбор профессии потому что как раз в раздел трудового воспитания входит ранее профориентация понимание ребенка что нравится как делать какие-то первоначальные навыки чем занимаются люди разных профессий да через игру мы знакомы трудового воспитания именно детей дошкольного возраста деятельность которая направлена на развитие общей трудовых способностей дальше мы рассмотрим и виды и формы и компоненты формирование готовности именно психологическое ответственно отношение к труду продуктами его производства ну и конечно влияющие на умственное и физическое развитие потому что тесная связь и с умственным идет понимание всего процесса деятельности чего начинать каких результатов мы хотим достичь что у нас получилось так нам что умственный труд это тоже труд проблем трудового воспитания это достаточно актуально особенно для детей дошкольного возраста так как на этом этапе у ребенка происходит формирование личностных качеств умений ну и конечно стремление к труду трудовое воспитание это деятельность направленная на развитие общей трудовых способностей и проблемы они актуальны там потому что как бы несформированность уже на этапе дошкольного возраста становится препятствием учебно-познавательной деятельности и последующей адаптации самостоятельной трудовой деятельности рассматривая основные документы касающиеся дошкольного образования да это федеральный государственный образовательный стандарт и федеральная образовательная программа которая включена и как бы работу дошкольных организаций с сентября 2023 года вот согласно в год дошкольного образования трудового воспитания одно из важных направлений в работе с детьми целью которого является формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач это формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества почему и творчество потому что ну ручной художественный труд это ведь труда поэтому а она сюда тоже включается да значит воспитывать ценностное отношение к собственному труду труду других людей до их его результатом уважать от рук труд людей затем развивать творческую инициативу способности самостоятельно себя реализовывать в различных видах труда и творчества мы воспитывать личность целом до вас веке труда и творчества данные задачи стоят у нас в стандарте дошкольного образования федеральный государственный федеральный образовательная программа которую значит это документ министерством просвещения разработана вводит единые требования вообще к объему к содержанию и результатам работы с детьми процессе трудового воспитания то есть прописаны задачи на каждый даже на каждый период до школьного возраста кожи мы тоже эти как бы задачи рассмотрим здесь остается соответствии с данными документами до возникают определенные противоречия особенно с анбина ведь новые требования почти делают невозможным труд в природе то есть посадка огорода не говоря что дети же хотят попробовать до свои плоды да но как бы этого нельзя где-где дети могут поливать растения там аквариум исчезли дома тоже не держу до силу там аллергических не говоря уже о комнатных растениях по санпидну тоже не разрешается но я видела что они есть я даже спрашиваю как живы ну конечно на момент проверок да мы убираем прячем так далее давно видите должны видеть красоту уют состоит комнатные растения уметь ухаживать как педагог ухаживает как видит что приближается весна да как они реагируют на солнце это такие общие понятия пытаются тесно связи и с экологическим воспитанием и статических воспитанием дойдет не говоря уже о нравственном да потому что именно на педагогии рассматривая которые заложили основы методики трудового воспитания рассматривали в тесной связи именно с разныеeny воспитание их учебники они так и называют нравственное трудовое воспитание, нравственное трудовое воспитание у Кусаковой, у Нечаева, у Буре, Логинова и так далее, Козлова, то есть именно в тесной связи с нравственным воспитанием, потому что воспитываются определенные моральные, нравственные качества и моральные качества, уважение к старшим, уважение к людям профессии, тому, кто что-то умеет делать, показывает свой талант, свои способности, развивает задачу, ну и понимание, что труд сделать для человека, это выражение как бы детям более понятно, а сколько поговорок, пословиц, то есть это будут как раз средства воспитания, мы можем применять в работе с детьми, ну вот то есть и рыбки, попугайчики, конечно, это все исчезли, конечно, по большей части и воспитатели, младшие воспитатели ухаживали за ними, да, но дети приобщались, они понимали, что без ухода, без внимания они могут погибнуть. И вот по требованиям тоже новых санпин, дети превратились именно в созерцателей трудовой деятельности взрослых. По самообслуживанию, на самом деле, если раньше детей учились заправлять кровати после сна, теперь это делает младший воспитатель. И уже понятие такое заставить, да, в кавычках немного, конечно, мы не можем применять, а помочь. Значит, это как бы самообслуживание должно идти именно от детей, да, то есть это их так называемая обязанность заправить постель после сна, да, как бы приготовиться ко сну. То есть соблюдение простых гигиенических навыков, культурно-гигиенических навыков, умение одеться, раздеться, а теперь все быстро-быстро облегчаем, все на липучках, да, никаких там пуговиц, потому что это много времени занимает, говорят младшие воспитатели, воспитатели. Вы там рубашки не одевайте, потому что, ну, как бы застегивать это долго, да, у нас нет времени. Соответственно, если родители одевают, так будьте добры, научите ребенка застегивать пуговицы, да, и вот это развитие ручного умелости через завязывание шнурков, да, ремешков, застегивания тех же пуговиц благотворно влияет, да, развивается ловкость, да, физическое качество, там, быстрота реакции и так далее, умение. Сейчас, вот, этому все облегчается, то, что удобные одежды, меньше таких вещей, да, с мелкими застежками, что неудобно, опять же, приводит к линии. Неизменно в трудовой деятельности осталось, конечно, знакомство с профессиями, да, профессий очень много, и мы должны знакомить, благость сейчас это, помимо экскурсий, да, только на территории, извне они могут наблюдать за забором, скажем так, много документальных фильмов, да, именно для детей и также именно мультфильмов по знакомству с профессиями. Игры хорошо, настольные печатные игры хорошо, но, соответственно, когда дети увидели, потому что в реальных условиях, да, показана работа, насколько она сложна, да, то есть сколько трудов там, ну, как бы, уходит на печатание книги, да, детской книги, и, соответственно, уже мы говорим о бережном отношении, тем самым воспитываем нравственное качество как бережное отношение к окружающим предметам, той развивающей среде, которая окружает детей. И, значит, вот, актуальность проблем трудового воспитания. Почему? Снизился интерес к труду, это мы видим, да, то есть облегчая работу себе, покупая, там, пылесос, да, посудомойку и так далее. Это хорошо, естественно, да, как бы, у нас больше времени на что, да, а тут, соответственно, когда мама сама пылесосит, да, или там просит помочь, да, учит ребенка какое-то движение, это ведь движение, жизнь, нежели мы, да, у нас стирает стиральная машина, пылесос, значит, работает, мама лежит на диване, и ребенок с гаджетом, да, как бы, ведь это время должно освобождаться не для того, чтобы, да, поочередно, а для совместного время привождения, прогулки и так далее, проветривание, как раз во время уборки, а это, как бы, невозможно, когда в комнате находятся, например, да, все, там, в тепле, ухутанной, да, соответственно, никакого закаливания, свежего воздуха, потому что все равно, как бы, какого пылесоса ни был, он поднимает эту пылесу. Вот интерес снизился, да, нежелание помочь, почему? Потому что зачем помогать, да, по дому что-то делать? Само же, вот, вся техника это, как бы, делает. Значит, отсутствие желания участвовать в повседневной трудовой деятельности, бедность, узость и бессистемное знание детей о труде взрослых, да, то есть им кажется, что то, что показывают, да, вот там, как легко зарабатывают, красовываются, там, работают в магазине и так далее, что-то, да, и основная профессия, зачем? Низкий уровень сформированности трудовой деятельности к концу дошкольного возраста, соответственно, мы уже не научили этот сенситивный период, прошел в дальнейшем сложно, потому что умение даже прийти, организовать свой режим так в школе, значит, снять форму, аккуратно ее сложить, да, заставить себя сделать уроки, да, потом спокойно, соответственно, идти на прогулку, да, или заниматься каким-то хобби, любимым делом, не говоря уже, там, секция или кружок, все идет, соответственно, от организации именно и двигательной деятельности, потому что трудовые определенные навыки, умения, они как раз включены, да, физическое развитие, активно поработать лопатой, почистить снег, да, и, соответственно, близость со взрослыми, это, вот, общение, что, вот, почему снег, узнаем свойства снега, там, других каких-то материалов, там, ориентируемся на погоду, вот, ну, и авторитарная модель, руководство трудовой деятельностью, да, то есть, когда мы заставляем, да, таким образом что-то делать, да, понимая, что ты, например, там, не помогаете и так далее, но, естественно, не такими методами нужно привлекать, да, к трудовому воспитанию. Значит, вот здесь тоже такая у меня табличка, да, нашла я ее, да, то есть, формирование, цель, основная цель формирования положительного отношения к труду, то есть, чтобы как работа была, нравилась, да, там, с удовольствием, там, взрослые ходят на работу, и поэтому положительное отношение к труду мы должны воспитывать. Постичь бы, да, что... Во-первых, это формирование предпосылок, да, что сюда входит, да, это определенные трудовые навыки, ведь в программе школьной предполагается начальник, да, что дети должны уметь вырезать, там, ткани, да, пользоваться их, чтобы пришить пуговицу, а дети не умеют. Понятно, что в рамках программы, да, школьного образования научить детей, значит, это техния, соблюдение техники безопасности, да, как таковой, ручной труб, там, пришивание пуговиц, выполнение каких-то определенных швов невозможно, бывает, да, потому что многочисленные группы кружковые на работу, не остается времени и не выделяется, да, дома родители не будут сидеть, если мы, скажем, просто даже ножницами, да, дети не умеют вырезать бумагу, не говоря уже о ткани, как это может ребенок сам пришить, да, почему нет, это тоже пуговицы, да. Значит, родителям тоже бывает, да, сказать, там, выбросить легче, другую купить и так далее, да, если там замок сломался, вот. Дома родители должны формировать простые трудовые навыки, полив растений, да, значит, уборка, да, протереть пыль, подмести, пропылесосить, да, как бы обычные навыки должны быть сформированы, да, как бы такого, чтобы не было, да, это не, это опять идет из семьи, да, там, ты девочка, ты убирайся, почему я должен, значит, посуду, да, мальчики не могут посуду, папа не моет, вот, видите, такое решение, если уже идет от взрослых, сразу передаются и к детям, да. Так, вот, формирование компонентов, мы следующим слайдом рассмотрим деятельности и мотивов, общественных мотивов труда. Конечно, говоря о мотивах общественных, ведь ребенок делает, понимание здесь идет для семьи, да, вот, как у нас чисто стало, как хорошо, да, ты, значит, убрался, прибрал свои игрушки, да, там, расставил учебники, расставил книги, да, легко дышится, светло, значит, проветрили комнату, приятно находиться, отдыхать, да, и, соответственно, вот из таких, об таких специальных мотивов для того, чтобы так же было, обязательно там, что похвала должна быть, и возникают дальнейшие общественные мотивы, да. Поднял мусор, да, положил в специальный мешочек, контейнер. Это тоже мотивы, чтобы было чисто в природе. Воспитание положительного отношения к труду, опять, интерес к труду взрослых, да, через наблюдение, через фильмы, фильмы, чтение художественной литературы. Воспитание, уважение к трудящемуся человеку, бережное отношение к результатам его труда. Это воспитание, стремление оказывать посильную помощь, да, то есть когда, о, у тебя не получится, да, и, конечно, как бы замотивировали изначально, что на неуспех его, да, как бы предрекли его неуспех, трудовой деятельности, естественно, такое со стороны взрослых не должно включаться. Я помню, раньше активно дети мыли игрушки, как им, конечно, нравится вода, это же вода, да, поочередно коллективный труд, мыют, протирают, значит, полоскают, протирают, да, совместно. Естественно, организация данной трудовой деятельности, именно общего коллективного труда, она слажена. Но в то же время мы формируем именно положительное отношение к труду, да, и через консультацию с родителями мы говорим, чтобы и дома дети сами мыли, убирали, да, для этого и ваша комната, это должен, как человек, и все должно быть прекрасно, то есть вот используем какие-то цитаты, те же пословицы, да, поговорки о том, чтобы окружение ребенка говорило о нем как о трудолюбивом, да, хорошем, скажем так, да, но у нас не все хотят быть хорошими. Так, воспитание личности, да, это личностных качеств, таких как самостоятельность, понимание, что нужно убраться, да, ответственности, трудолюбие, то есть готовность включаться в труд, ну и положительные взаимоотношения, потому что именно в процессе труда, коллективного труда эти положительные взаимоотношения будут формироваться и, скажем, в любом коллективе, как в детском саду, как в школе, да, как бы не любят, которые не работают, да, то есть легко так все дается, там говорят. Поэтому, чтобы принятие в социуме было, да, в социуме детей, школьников, взрослых и так далее. Вот, ну, главная же цель – это формирование бережного отношения к любому труду, да, и четкое представление о трудовой деятельности взрослых. Закладывать в ребенке желание и умение трудиться нужно еще с дошкольного возраста. Исходя из этого, дошкольные учреждения ставят одной из главных целей трудового воспитания дошкольников. В соответствии с ГОСДО под этим термином принято понимать систему формирования у каждого ребенка трудолюбия и трудовых навыков, а также стремление обучаться. Не зря же вот именно дисциплина трудового воспитания дошкольников, да, теоретические и методологические основы изучаются в колледжах, да, в колледжах, вузах, например, отдельной дисциплиной это стоит, потому что как раз на момент актуальности, эта проблема актуальна, да, потому что мы видим окружение, да, мы говорим о нравственном воспитании, о нравственном патриотическом воспитании. И воспитание, обучение, да, это тоже труд, да, и обучаясь, воспитываясь, дети формируют определенные трудовые навыки работы. Вот мы говорили о том, что необходимо формировать представление о труде взрослых. Мы даем сначала конкретное сведение, да, о каких-либо профессиях, трудовых действиях, процессах, о материалах, оборудованиях, инструментах для осуществления трудовых процессов. Даже очень много игр, да, значит, показываем картинку, какой-то инструмент, да, и, значит, людям в какой профессии это необходимо, да, там тот же молоток, да, не только, но и дома, да, потому что всегда нужно что-то забить, да, проблема повесить ту же полку, да. Каковы конечные результаты труда, то есть чему пришли, да, достигли, сделали, не сделали, есть ли удовлетворенность, да, данной работы. Отношение человека к труду, качество действий человека и характер взаимоотношений людей к ребенку. Мне еще хочется подчеркнуть, что дети, как бы, не во всех школах еще осталось понять, когда дети сами убираются, да, то есть есть обслуживающий персонал, который непосредственно, там, моет, да, а когда дети не сами это делают, да, бывает, так, зачем, значит, куда-то, там, в корзину мусора, да, или жевательную резинку под парту, это проблема, да, налепить, такой есть, да, вот ввести тоже дежурство оставить, когда там не только, да, намочить тряпку из доски, а именно мытье пар, да, это твоя парта, ты сидишь за этой партой, она, как бы, показывает твое лицо, твое отношение к ней и вообще, как бы, и к себе, да, если ты будешь за грязной партой сидеть, то есть начиная с таких именно общих, конкретных именно средений. Обобщенное представление, мы говорим, что значимость труда каждого человека важна, да, да, казалось бы, да, работа дворника актуальна не только летом, но особенно зимой, да, когда такие снегопады и не пролезть, не вылезть и, ну, как бы, не выйти из дома. Очень важна, поэтому, как она трудна, да, дети, приходя в детский сад, уже понимают, что им расчистили дорожку, да, на участке и так далее. Надо специально оставить, да, чтобы дети, принося инструменты, то есть это лопаточки, небольшие грабли, если это убирать лист, приобщались потихоньку и понимали, насколько этот труд нелегкий. Свобода выбора профессии и работы, то есть возможность проявить свои творческие способности, да, то есть это вот как раз мы говорим о ранней профоре, профориентации. Отчетность, важность работы любой профессии и общие сведения. Труд как основа жизни, да, то есть не работая, ничего не достигнешь. Труд как основа развития страны в целом, как основа благосостояния каждого человека и общества в целом, потому что, да, человек — это семья, ячейка общества в целом, как идет развитие, ну и как основа экологической сохранности планеты и дальнейшего развития цивилизации. Видите, какая цель. Но, конечно, об этом мы должны говорить, да, вот именно об экологии, о возможности украшения, да, эстетизации развивающей среды, природной среды, хотя бы начиная с территории детского сада. Средства трудового воспитания. Вот как раз одним из важнейших средств — это фольклор, да, это поговорки, которые вошли в повседневную жизнь, да, метко определяющие какое-либо явление жизни, вот. И пословицы, да, тоже кратконародные, именно изречения с наседательным смыслом, какой-то афоризм, и которые широко распространены в повседневной речи. Да, то есть какие мы еще знаем о том, что о труде, да, какие у нас встречаются. Ознакомление дошкольников с трудом взрослых. Вот хотел вопрос, какие вы знаете о труде, да, о важности труда, пословицы и поговорки. Значит, ознакомление, ну что бы написали, если вам несложно было вспоминать. Что позволяет, ознакомление с трудом взрослых позволяет расширить представление ребенка о содержательности деятельности человека, об общественной значимости труда и об отношении к труду. То есть понимание должно быть, да, вот там, я там хочу быть космонавтом, да, или летчиком, да, какие-то сейчас актуально там военные. Но в то же время понимание, как нужно готовиться, да, физически, да, то есть быть выносливым, сильным, ловким. Сколько нужно тренироваться. Вот это понимание, что не просто так вот захотел, да, ты и чтобы поступить, да, соответственно, там тоже учебное заведение по данной профессии, да, какие знания нужно иметь, из какой области. То есть умственный труд здесь тоже имеет большое значение. И, значит, собственная трудовая деятельность дошкольников, именно как ведущая средства трудового воспитания. Поэтому мы знакомим детей с человеком, тружеником, с его отношением к труду, формируем представление о том, что каждая профессия важна, да, и вот это как бы ведло в основу пособий учебников Козлова и Шахмановых. Также необходимо... Нужно знакомить дошкольников с трудом взрослых и рассказывать о создании различных продуктов, да. Помню, да, там, о хлеб, да, как бы, когда, видите, да, не то, что, но не едят хлеб, да, а, как бы, он засох, выбросили и так далее, хотя можно сделать сухаривый. Производство хлеба – это сложный процесс, и мы об этом рассказывать. Именно должны, да, понимание, что как он появляется в магазине и сколько, какой этап он должен пройти, прежде чем окажется на нашем столе, да, и мы его внесили, оставили, раскрошили эти крошки и так далее, где мы их можем использовать, там, покормить какие-то... Структура процесса трудового воспитания, учебный труд, это, значит, представляет собой труд, да, требующий умственного напряжения, который усложняется тем, что его результат, да, умственного труда очень сложно обнаружить, и бывает так, что почти недоступен ребенку, потому что как в игре, да, и в первоначальной деятельности, да, в изобразительной деятельности ребенку важен сам процесс, да, сам процесс, а не результат. Так, ну, это касается только младшего, да, школьного возраста. С формированием понятий и психологических качеств, таких как самооценка, да, самосознание, он должен понимать, да, для чего он это делает, и уже общественный мотив своего труда. Производственный труд, да, это как раз труд, который содействует формированию личности, уже школьника, да, эффективно влияет не только на становление учащихся, но и на развитие общества в целом. Ну, и общественно полезный труд, это сознательная деятельность, вырабатывающая такие качества, как ответственность, бережное отношение к собственности, дисциплинированность и самостоятельность. Вот именно без дисциплинированности и так называемой активности, да, невозможно никакая трудовая деятельность. Принципы воспитания у детей позитивного отношения к труду, потому что мы отметили, что позитивно, положительно, да, педагоги нечаимо выделяют, что это как бы главная цель именно трудового воспитания. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности, то есть как бы игровую деятельность, когда они через сюжетно-ролевые игры реализуют те знания, да, которые у них имеются, там, о... даже игра в семью, да, игра в магазин, да, роль продавца, покупателя, значит, поездка куда-то, да, там, роль шофера, через игру театрализацию, да, роль режиссера в постановке, значит, по определенным музыкальным или театрным произведениям, да, то есть они, мы их должны поддерживать, инициатива, и, соответственно, помогать ее развивать, да, потому что она может ругаться, да, вот туда, они посмотрели какой-то вот кукольный театр, да, то есть, ребят, мы же сами с вами тоже сможем, да, давайте вот берем произведение, скажем, педагог предлагает, и, соответственно, идет распределение ролей, выучить роль, да, да, значит, выникнуть в нее, показать мимикой, мимикой, да, жестами, темпом, темпом голоса и так далее, да, принятую роль, это тоже принятую роль, это тоже большой труд детей, да, поэтому и в играх различных видов, то есть и сюжетно-ролевой, и в играх травматизации, это все видно, не говоря уже о изобразительной деятельности, да, где именно ручную труд, как один из видов труда, широко применяется, да, изготовление подделок, праздникам, да, когда дети изготавливают для кого-то уже общественный мотив, чтобы порадовать, чтобы их похвалили, тем самым мы будем, да, вырабатывать позитивные отношения. Следующий принцип – содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. Конечно, без взрослого детская инициатива, она не будет, не получит дальнейшее, да, развитие, поэтому важна вот эта совместная работа. Дальше, принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, мы ему говорим, да, что эти типологические особенности, да, психологические особенности каждого ребенка влияют на любую его деятельность, как на игру, да, как на труд, да, и мы должны понимать, да, у кого как это хорошо получится. Следующий принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства – обогащение, амплификация детского развития. Вот это психологическое понятие амплификации, когда мы говорим о более раннем развитии. Так, соединение у меня стабилизировалось, да, если что, огонечек сделайте, что меня хорошо слышно. Вот, дальше, принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Спасибо. Понимаете, познавательный интерес к чему-то, да, когда через именно активность, об овладении такими-то трудовыми навыками, да, умениями протирать пыль, да, казалось бы, там, посадить лук, да, ухаживать, поливать за ним, да, и спростишь, не говоря уже о растениях на клумбе и так далее. Значит, принцип возрастной адекватности дошкольного образования. То есть доступность, да, для детей, методы, применяемые в трудовом воспитании, возрасту и особенностям, да, то есть если дети поливают клумбы, ну, небольшие, да, лейки, а по размеру, конечно, для всех детей это невозможно, они их там либо перельют под руководством четким взрослого распределения обязанностей, да. Принцип развивающего образования, то есть это системность, последовательность, мы даем, обучаясь, скажем, простейших, да, в младшем дошкольном возрасте и к концу дошкольного возраста и в дальнейшем, да, определяем те задачи, которые у нас прописаны в программе. Принцип интеграции, взаимопроникновения разделов программы и видов деятельности друг с друга, взаимное совмещение различных задач и образовательных технологий, да, то есть те же технологии оздоровительные, которые мы в предыдущем клумбинаре тоже рассматривали, это важно, да, а вот по эмоциональному благополучию, да, когда есть работа, то есть если мы любим своей работой, своей деятельностью, да, какая-то ответную реакцию мы получаем, естественно, мы говорим, ну, о хорошем самочувствии, о том же благополучии, да, поэтому и у детей, соответственно, это же должно, как бы, складываться понятие, да, понимание, удовлетворенность работы, да, и это важно, когда, соответственно, додел, начатое дело до конца, сделал поделку, значит, протер пыль, да, значит, уборка в комнате, помог, значит, расставить посуду, да, или либо помыл посуду и так далее, и как бы даже просто самостоятельно, самостоятельно, если ребенок оделся, да, без помощи родителей, уже благоприятно, да, и родители радоваться должны, да, показывать, да, как бы они так оделся сам, что ли, да, и, соответственно, пошли дальше. Вот, компоненты трудовой деятельности, прежде всего, мотив, то есть мотив – это причина, побуждающая трудовую деятельность, сам по себе, да, то есть такой конкретный мотив, он не будет формироваться, да, значит, детям, как бы, эту причину должен, значит, взрослый, да, сформулировать. Цель, да, то есть к чему стремится получение конечного результата. Трудовые действия, то при помощи чего осуществляется цель и достигается результат планирования, то есть умение предвидеть предстоящую работу, да, тоже это сложный этап умения планирования, когда мы говорим, когда все эти компоненты, ну и результат, да, показатель завершения работы, все эти компоненты относятся не только к трудовой, но и любой деятельности. И если мы, и сам ребенок уже самостоятельно умеет эти компоненты разложить и предвидеть результат, да, превосхитить результат, мы говорим уже о сформированной деятельности у детей, да, осуществление этого деятельностного подхода на основе именно систематичности, последовательности принципов, и важно, если они будут сформированы. Но сами по себе, естественно, они не сформируются. В этом помогают взрослые. Как взрослые умеют организовать свою деятельность, потому что мы говорим даже о том, какое-то неорганизованное, да, это о ком? Ну, как о любом человеке, как о ребенке, когда он, как бы, там, все, что приготовит, у него четко по, скажем, режиму, да, он ничего не забывает, куда-то записывает, значит, не забывает, куда, зачем пошел, да, доделывает свои дела до конца, мы говорим о какой-то организованной, да, значит, и понимает. Ну, вот эта организованность достигается за счет соблюдения, да, и выработки определенного динамического стереотипа, то есть режима дня, там, питания и так далее, двигательного режима и в целом, и умственной работы, да, соотнесения в целом, это будет как раз формироваться необходимой, необходимая организация, да, потому что в самом понятии даже организации мы предполагаем какие-то элементы, да, содержание трудового воспитания, то есть это виды, это самообслуживание, да, казалось бы, умение одеваться, раздеваться, привести себя в порядок, педагогу только обратить внимание, да, не бежать ему там, быстро, значит, что-то поправлять, да, подойти, посмотри в зеркало, да, волосы, лицо, что-то, правильно ты надел, да, футболка и так далее, но все это мы, конечно, должны обратить внимание. Хозяйственно-бытовой труд, да, то есть помощь в уборке, конечно, лучше, когда в семье, да, из семьи это идет, труд в природе, да, минимизирован, конечно, да, но он есть, но большую часть, конечно, нас занимает формирование представления о труде взрослого, в знакомстве с профессиями, да, и ручной труд, да, ручной, и мы его называем художественный труд, как ведь изобразительной деятельности, тесно связан с конструированием, аппликацией и лепкой, да, когда проводится специализированная организованная образовательная деятельность, там, приуроченных праздников, даже подготовка, там, необходимых для развивающихся, среды, либо для театрализации каких-то элементов, костюмов и так далее, тоже будет интересно. Форма организации труда детей дошкольного возраста. Это поручение. Эти поручения, это простые задания, которые педагог эпизодически дает, да, одному или нескольким детям учитывая возраст, индивидуальные особенности, да, наличие определенного опыта, а также воспитательные задачи. Помочь разложить, да, младшему воспитателю, помочь приготовить на занятия, то есть та форма, которая индивидуальная, да, или там что-то принести, да, детям бывает приятно, что они помогут, да, они испытывают от этого удовлетворения. Поэтому как можно больше поручений мы детям должны давать, да, то есть находить как-то, да. Так, что-то у меня плохое соединение, я пока отключу видео. Следующее, это дежурство, да, дежурство, да, дежурство, это труд одного или нескольких детей в интересах группы, значит, начинают использоваться уже со средней группы, да, когда есть уголок дежурных, там, алгоритм работы по дежурству, да, дежурство по определенным занятиям, да, на физкультурных занятиях, например, как разложить то или иное оборудование, отсчитать на количество детей, да, значит, подготовка и уборка после занятий, ну и помощь по столовой, да, младшему воспитателю будет ходить именно в работу дежурных. Коллективный труд, да, это по способу организации детей, когда, значит, детей делят, да, труд рядом, да, это младшая группа, потому что здесь у них, как называемые, игры только рядом, да, значит, по 3-4 ребенка, и каждый выполняет одинаковую работу, да, кто-то убирает игрушки, кто-то, значит, раскладывает игры, да, то есть по разным зонам, например, да, общий труд объединяет 8-10 детей, начинается со средней группы, и в нем нет такого четкого разделения труда, главная цель это, например, убрать комнату, да, убрать со стола или наоборот, разложить для определенной организованной деятельности, подготовить. И совместный труд, это как бы по операционной, да, чаще присутствует в подготовительной группе, объединяет до 15 детей, и особенность такого объединения, это наличие в нем ряда последовательных этапов, где дети оказываются в зависимости друг от друга, да, то есть каждую операцию по отдельности выполняют. Трудовое воспитание, кратко мы так, по возрастным группам, 4-5 лет, да, в области социально-коммуникативного развития, где основными задачами в сфере трудового воспитания являются представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда, воспитываем уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детям, ну и вовлечение в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда. Ну а самое главное, да, развивать самостоятельность, да, и желание включаться в повседневные трудовые дела как в детском саду, так и в семье. Дети 5-6 лет, опять же, мы продолжаем формировать представление, ну, скажем, о более сложных профессиях, да, то есть знания должны быть понятны, воспитываем бережное отношение к труду и результатом, да, инициативу поддерживаем. Здесь у нас появляется и ручной труд, и конструирование, и труд в природе, но и как раз начинаем знакомиться с элементарными экономическими знаниями, то есть даем первое представление о финансовой грамотности, да, потому что как раз экономическое воспитание тоже согласно программе идет в тесной связи с трудовым воспитанием, в этой области работала Шатова, да, она разработала программу экономика и дети, то есть именно по финансовой грамотности. Ну, у нас и зона финансовой грамотности, она должна быть оснащена, то есть это тоже определенный умственный труд, да, понимание, какие профессии, скажем, как оплачиваются, за какие действия, да, и вот о таких понятиях экономических и вместе с трудовыми мы вот эту взаимосвязь должны показать. В подготовительной группе мы развиваем уже ценностные отношения к труду взрослых, да, о разнообразии взаимосвязи видов труда, профессий, элементы финансовой грамотности. Так, дальше, значит, в разных видах, да, доступного труда, да, работа вместе со взрослыми, ну и, конечно, такие нравственные качества, как ответственность, добросовестность, оказание посильной помощи мы должны включать. И вот здесь тоже такая, как бы, табличка более кратко представлена, да, наглядно, скажем, чтобы немножко отвлечь от текста внимание, да, по возрастным группам. Если в первой младшей группе начинается только при общении к трудовой деятельности, и основной вид – это самообслуживание. Во второй младшей группе мы продолжаем формировать у детей желание к посильному труду. В средней группе уже дети обладевают определенными, простейшими трудовыми навыками и приемами труда в природе, хозяйственном и того, и самообслуживании. И в старшем дошкольном возрасте добавляется ручной труд, да, делается акцент на формировании всех доступных детям умений, навыков по различным видам труда, да, желание достигать определенного результата. Важен здесь не сам процесс труда, а именно результат труда. Овладение компонентами, да, которые мы рассмотрели, начиная с мотива, да, в младшем возрасте дети ежедневно выполняют элементарные трудовые поручения, приучающиеся их к систематическому труду, что формирует привычку к аккуратности, опрятности, да. Ну и давайте я так все зачитывать не буду, да, что к старшему дошкольному возрасту уже эти навыки самообслуживания должны быть отработаны, да, самостоятельно, аккуратно все. То есть навыки столовой этикета, да, внешнего вида должны быть отработаны. Поэтому, как кушать, как исправлять неполадки в одежде, то есть ребенок должен это замечать, да, то есть посмотрел, ну скажем, у меня все нормально, да, пока нет куговицы, да, или там что-то напачкано, где что можно застирать, на это должны обращать внимание. В процессе хозяйственно-бытового труда в младшем возрасте дети способны убирать игрушки, да, помогать воспитателю выносить на участок, заносить, да, как бы очищать элементарно обувь, да, чтобы грязь не заносить. А в старшему дошкольному возрасту уже помогают, да, младшему воспитателю на участке поддерживают порядок, да, могут подметать и выливать, значит, убирают групповую комнату, то есть это вводится дежурство. И у детей седьмого года появляются новые трудовые процессы, то есть они наводят порядок сами шкафу и вообще как бы сразу приучать, да, что не родители, а дети сами должны аккуратно в своих шкафчиках раскладывать вещи. Труд в природе в младшем возрасте – это полив комнатных растений, да, если таковые имеются, ну, и как бы более крупно посадить в муковицы могут, да, и крупные семена. Но при этом должен быть интерес, да, к жизни растений. А если наблюдают за животными, да, на прогулке, да, насекомые, птицы и так далее, их можно подкармливать и наблюдать за ними. В старшем дошкольном возрасте тут в природе становится систематичным, да, объем увеличивается и, ну, вот разница, да, какие цветы, ну, можно опрыскивать, да, с каких только вот аккуратно, да, сметать пыль, значит, какие семена их собирает, и урожай, и понимание, да, для чего это необходимо. Ручной труд. Ранее было отмечено, что он водится со старшего возраста, да, здесь знакомство с различными материалами, способами их обработки, соединением в единое целое, заготовка природного бросового материала, то есть принесли эту коробочку, а что мы из нее можем делать, да, то есть игрушки, самоделки, еще один материал, детали костюма, подарки родителям, значит, закладки для них, сувениры, украшения к праздникам, то есть очень много сейчас благо даже такого вот бросового упаковочного материала, который мы вторично можем использовать, да, нежели там загрязнять природу, выбрасывая на узор, когда мы можем это несколько раз использовать. Ремонт книг они сами могут, да, тех же красивых коробочек обклеить и использовать для того же природного материала, для более каких-то мелких игрушек, да. Смотрите, пришивают пуговицы, да, то есть есть даже специальные крупные пуговицы с крупными дырочками, где можно использовать именно пластмассовые, да, иголочки, потому что в готовых наборах для творчества, да, это есть и дети способны, да, как бы здесь техника безопасности будет соблюдена, ну, те же ножницы, да, закругленными концами. Поэтому все эти посуды для занятия, они могут изготовить, да, и, как бы, даже пластиковые бутылки, все можно использовать, да, главное, чтобы они это приносили, работает их воображение на то, что можно из этого сделать. Как же влияет каждый вид труда на ребенка? Самообслуживание, вырабатывать такие качества, как уверенность в себе, способность самостоятельно решать свои проблемы и быть независимы от родителей, да, а чтобы быть независимы, это понимание должно быть, да, что он может это сделать сам, а не только, да, на третьем году жизни, когда он говорит, я сам, я сам, потому что это кризис, да, трех лет. Хозяйственный труд позволяет понять, что они самостоятельно и без какой-либо помощи могут улучшать окружающую среду. Ну, трудовая деятельность в отношении природы, помогать детям, ну, повысить настроение, да, поднять самооценку, да, понимать, что в процессе любого вида труда развиваются мыслительные процессы, сравнение, обобщение, синтез, анализ, да, классификация и так далее. То есть очень много, поэтому активно развивается знакомство с окружающими предметами, то есть обогащение чувственного собственного опыта ребёнка. И это важно, да, что обучение, ручному труду помогает детям поверить свои силы, понять, что они самостоятельно могут сделать красивую вещь. А уже задача взрослых похворить, да, со сделанным, как бы, своими руками сделанный подарок, да, потому что важно, что в процессе ребёнок думал, понимал, пытался что-то руками делать, для него это, как бы, очень важно. Ну, конечно, нужно необходимые условия, да, создавать для того, чтобы это плодоборно проходило. Это пространство оформляется с учетом психолога, педагогических, эстетических и, главное, санитарно-гигиенических требований, да. Среда должна служить удовлетворению потребностей, интересов ребёнка, да, и при любых обстоятельствах предметные меры окружающего ребёнка необходимо пополнять, обновлять, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. Всё, что окружает дошкольника, во многом определяет его настроение, формирует то или иное отношение к предметам, действиям и даже к самому себе. Поэтому, создавая вот эту развивающую среду, которая в то же время является образовательной средой, да, она влияет именно на психику ребёнка, да, вот этот дизайн имеет огромное значение в развитии художественного вкуса, да, то есть те предметы, которые окружают близки, что это, значит, мама гордится, да, его подделка, что он там подставочку сделал под телефон, там, значит, вазочку своими руками, да, и это, как бы, ну, ещё раз покажет, насколько важен труд ребёнка для взрослого, для семьи, да, и ребёнку захочется ещё больше творить, созидать, да, и как бы положительно. Но, естественно, вот говоря о труде дошкольников, да, большое различие, да, как бы есть, да, что ребёнок не создаёт именно общественно значимых материальных ценностей, но, как бы, он может создавать материальные ценности для самого себя. Ну, вот труд детей носит воспитывающий характер, да, близость труда к игре, она есть и остаётся, потому что игровая деятельность – это основной вид деятельности, и он развивается, да, через игру. Ну, как бы, то, что труд, не всегда имеет постоянного материального вознаграждения, похвала, то есть, да, если мы говорим, там, на работе получается, здесь, соответственно, мы не должны сказать, когда ты уберёшь себе в комнате, да, значит, там получишь деньги. Конечно, приучать детей к такому поощрению нежелательно, ведь просто похвала, внимание взрослого иногда стоит большего, а не так, да, ты откупился деньгами, да, вот. Ну, и труд ребёнка носит цитативный характер, да, скажем, как называемый, необязательный. И, как сказал Сухомлинский, дайте детям радость труда, это радость ему несет успех, осознание своей умелости и значимости выполняемой работы, ну, и возможность заставлять радость другим. Поэтому должна быть тесное взаимодействие с семьёй, да, как бы, потому что в семье в нём не требуется каких-то специальных навыков. Привлекать к простым домашним делам можно. То есть это посильный труд, да, то есть не нужно, как бы, вот, уборку всей квартиры возлагать, да, на ребёнка, использовать удобный момент, интерес, да, вот, значит, поухать, как я устала, у спина болит, да, и, как бы, редкий ребёнок не сообразит, что нужна его помощь. Ну, и, конечно, обязательно труд ребёнка, он не должен оставаться незамеченным со стороны взрослых, да, то есть поблагодарите, похвалите, оцените его старания, это, как бы, необходимо. И вот тоже нашла такую памятку, да, родителям по трудовому воспитанию, то есть если вы хотите видеть его умным, образованным, заставляйте его уже ежедневно выполнять посильные трудности в умственном труде, да. Тот, кто лишает ребёнка посильного для него труда, обрекает его на физическое и духовное вырождение, да, тут понятно, да, вырождение, то есть, наоборот, идёт не развитие, а, как бы, толчок назад. И если вы желаете, чтобы ребёнок был чутким, обзывчивым, чтобы он был хорошим товарищем и верным другом, создавайте условия, да, в общем, желать удачи. Значит, согласно вот литературе, потому что актуальность этой проблемы на сегодняшний день остаётся, да, если мы говорим, первые, да, работы, вот, Буре, да, «Школьник и труд», значит, «Драстно-трудовое воспитание» в детском саду под редакцией Нечаевой, вот, Ушатовой, «Тропинковый экономик», это программа, разработанная для детей старшего дошкольного возраста, у Лабутины трудовое воспитание для дошкольников, у Куцаковой, где предложена система работы с детьми 3-7 лет, да, по трудовому воспитанию, и есть специальные плакаты, да, значит, вот они, да, у Кудрявцевой наглядный тематический комплект «Освоение мирального возраста культурно-гигиенических и трудовых науков», то есть алгоритмы в картинках, к сожалению, я, наверное, не включила сюда, да, когда поочередно, да, значит, что по алгоритмам схема, да, как он должен мыть руки, да, с чего начинается, там, показано, что засучить рукава, да, взять, значит, открыть крана, значит, намочить руки, закрыть, намылить и так далее, то есть поочередно все это показано, и чтобы дети исследовали этот алгоритм, алгоритм, поэтому мы их не торопим, постепенно они это выполняют. Там вот комплект плакатов «Уголок дежурства дошкольников», значит, плакаты по гигиеническим и трудовым основам воспитания детей тоже раннего возраста, потому что первые навыки по самообслуживанию, да, по воспитанию культурно-гигиенических навыков, этикета, да, особенно столового, ну, даже и речевого, который тоже, как бы, заставить, да, там, себя подарили, да, значит, подарок, да, когда должны подарок открывать? После ухода гостей или перед гостями? Всегда вопрос, ну, конечно, потом, да, зачем там открывать присеп, кто-то увидит, да, и потом передарит, да, скажем, так вот уже у меня студенты говорят. Естественно, подарок должен открываться непосредственно, когда его вручили, да, и, как бы, этикет заключается в том, чтобы заставить себя, значит, там, порадоваться, да, хотя бы, например, даже если он не понравился, скажем. Так, ага, мы на этом с вами завершаем. Вебинар по данной теме вопросов я не увидела, по-моему, вопросов не было, да? Так, будем прощаться, да? До свидания. К сожалению, у меня к концу ударился, я и стала хуже. Спасибо вам большое. До свидания.